всем привет добро пожаловать на мой канал смотрите какие у меня красивые получились мыльца я вот так вот их украсила это с лавандой а здесь с апельсином привет наверное будет ветер поэтому я не буду здесь сейчас долго записывать но я наконец-то иду на бассейн вот вы не видели ведь наш парк здесь не очень красиво но это по сравнению с зимой конечно сейчас очень усиленно на обратном пути я вам побольше это я иду из бассейна девчонки смотрите как у нас теперь здесь зелено в парке а то я вам только зимой показывала и чуть-чуть осенью вот мне нравится такое время года когда вот видите вот эта зеленушка на березах только-только вот начинается в общем что-то я несколько недель не ходила в бассейн и так сегодня заметно что у меня сил уже мало я прям иду еле это ноги передвигаю но решила зайти сейчас фикс прайс и перед этим зайти в пикарный потому что прям хочется кушать очень сильно ну и заодно популяция здесь тоже красивенька у нас смотрите какие листочки я обожаю вот именно этот момент чудо чудо девчонки я тут уже погладила ой все костюмчики и вот хочу вам показать вот этот конечно толком не покажешь он такой бесформенный платьишко то такое с оборками тут они ставят довольно часто как я понимаю всякие установки вот там пьесы спектакли вот в принципе платьишек то таких про много вот прям на молю очку так здесь вот такие их несколько подобных как это комбинезончики вот это тут уже вообще старый он прям некрасивый покажу еще вот у меня упала вот красивый сарафанчик прям длинный длинный много оказалось вот когда они лежали все в одном тюке да я промыто не видела что тут много ой это такая юбка длинная тоже красивенькая такое платьишко с жабо и такой черной юбочкой и вот этот вот костюмчик тоже комбинезон но он хотя бы лучше выглядит но конечно тоже старенький ой полиэстер на полиэстере все это сползает так ну и тут у нас что тут еще костюм но это конечно ну так себе ладно хотя бы иногда ой если выручает хотя бы лучше вот этот вот красивый красный этот сарафан у него красиво прям выглядит вот эта середка здесь юбочка она тоже как сарафан считается там вон лямочка вот такая все выгладело ну и это старый такой халат наверное что-нибудь у них с новым годом связанное так что оказалось то их много не знаю вот я думаю что все равно в мои эти костюмы ой в мои чехлы вот эти все вместятся вот буду сейчас попробовать скомпоновать чтобы допустим сарафаны с сарафанами комбезы с комбезами были в одном этом ну уже лучше хотя бы будут они храниться они хотя бы пахнут сейчас вкусно они чистые выглаженные вот так что можно какие-нибудь вот на ярмарку элементарно уже наденут детки хорошие костюмчики девчонки сижу жду такси потому что вот у меня здесь столько вообще вещей еду в храм сегодня будем с ними варить конфетюры для ярмарки покажу вам нашу трапезную пока никого нет детишек жду здесь у нас для батюшек тут тут мы кушаем все такое кошечка ну а здесь у нас кухонька вот так что сегодня будем здесь готовить я уже все вот поразложила жду теперь деток так переживаю если честно кажется что ну почему то сомнения какие то есть что вдруг не придет никто вот мы тут варим конфитюр с Аллочкой вот помогает мне а еще у нас здесь вон малышка режет бирочки все готовятся к ярмарке молодцы вкусно тебе девчонки мы тут в общем уже завершили приготовление остаточек у нас остался здесь совсем малюсенький но мы еще оставили для воскресной школы и для батюшек там в контейнере смотрите какие они красивые получились ну вообще это конечно будет выглядеть вот так вот это нам Ника помогала вырезать вырезать все стараюсь да вот так что сейчас мы вот тут втроем посидим попьем водички вот с остатками этого конфитюра и уже пойдем по дому а Марик пришел вон ой девчонки ну че я приехала домой конечно у меня нет приличных слов да одни эмоции никто не пришел сегодня никто из детей не пришел то есть я если честно даже больше чем уверена что не было никаких объявлений потому что было она мне обещала что будет семь или десять человек ну как так можно я сегодня пришла вот Алла это из-за того что я лично ее сама ну пригласила она даже не знала о том что у нас будет сегодня какое-то вот мероприятие что у нас будет вообще ярмарка о просто конечно знаете надо как-то найти в себе силы и не осуждать да и не это но не очень тяжело потому что слишком как-то много сил на это потрачено много времени да деньги опять-таки как бы мелочно с моей стороны деньги считать но у меня их не так много и допустим я бы лучше потратила часть каких-то денег на какое-то другое занятие да но с теми же детьми чем допустим вот так человек совсем вот не считается не с чужим каким-то временем не с чужими деньгами вообще не с чужим мнением ну о я вот прям очень сильно расстроилась честное слово я это причем что я почему-то вот у меня было какое-то такое вот ощущение что вот что-то вот пойдет не так я себя еще настраивала заранее что если вдруг так случится что вдруг никто не придет не расстраивайся но я не смогла все равно расстроилась она зашла сегодня к батюшке я говорю ну как вот так да что вот что делать ладно вот Алла была он сказал ну давайте с Аллой уж там пока сварите типа не расстраивайся я говорю ну понятно он конечно поддержал все ну это как то так Подождь еще немножечко попалась сейчас шла уже на обратном пути дождик cut короче девчонки надо очень много иметь терпения чтобы вот делать какие-то такие вещи потому что хочется, знаете, хочется хлопнуть дверьми, уйти, вот это там всё, да, но потом, ой, извините, но потом как-то понимаешь, что всё-таки это больше же с детками ты общаешься, просто вот из-за того, что такой не координируется вот процесс, да, таким человеком безответственным, всё убивается, всё желание и все занятия, только что сегодня вот я приехала, вы сегодня видели, сколько я туда пёрла, ладно, меня там встретил батюшка, там, ну, другой, он мне этот, помог всё это донести, из машины вынести, ну, ведь факт остается фактом, я ведь тащила сумку с продуктами, с банками, представляете, с мясорубкой, с всей техникой, ну, вот, как так, вот так, как-то люди, блин, мы, или в церкви, да, или, блин, звери, клетки. Ой, короче, всё, у меня вот хандра, ну, вот, сейчас пойду поем, посмотрю фильм какой-нибудь, потому что я прям расстроилась, прям очень. Доброе утро! Ну, знаете, новый день, новая пища, что говорится, я уже так нормально, в общем, отпустилась ситуация, у меня хорошее настроение, сейчас вот буду завтракать, заварила себе чай, ну, из пакетика на этот раз, и пища богов, бутерброд с солёной сёмгой, вот, сегодня собираюсь на работу. Всем приятного аппетита, хорошего дня и хорошего настроения! Девчонки, только посмотрите, сколько одуванчиков! О-о-о! Такой аромат! Боже, как я кайфую от того, что вообще такая сейчас погода и время года, ну, прям крытяк! Лето, лето, лето! Салют сегодня начали раньше, не ровно 9, я поэтому уже не успеваю посмотреть с самого начала. Сейчас самые большие должны, кстати, пойти, должно быть лучше видно. А вот там, смотрите, наша птиботейка, вот я вам её показывала, сегодня у вас символически на ней цифра 9 горит. Там молодцы! Девчонки, всем привет! Мы уже на даче сегодня, привезли очень много рассады, новые продукты, вещи принесла, и поэтому сегодня мы будем здесь много работать. У меня такие планы, прям, конечно, наполеоновские, но самое главное сейчас, нужно убраться в домике, потому что мы с прошлого сезона ещё там ничего не делали. Погода у нас, смотрите, какая! Я прям уже всё загораю! Так круто! Сварила кашу овсяную для мужа. Ну и что у нас тут? Смотрите, какой погром! Кошмар! В общем, я сейчас буду всё это убирать. И там вытащила эти одеялки, подушки, их нужно на улице на солнышке пожарить. Обжарить, короче, вы поняли. Так что вот, наш качель ещё надо вынести. Ну всё, вот я убралась. Ну, по мере возможности, конечно. Здесь оставила ещё свою посуду, которую я привезла в этом году только на дачу. Её потом, позже, уже разберу здесь. Потому что хочу помыть потом вот эти все полки тоже, заменить вот эти куски обоев. Покупала вон та штучка, видите, вот эта в фикс-прайсе. Вот её хочу сюда постелить. Вообще, конечно, по-хорошему я очень хочу убрать этот весь шкаф и... Ну, либо какой-то другой купить, либо сделать полки. Не знаю, может, у меня там возятся. Ой, какая у нас самочка. Прям красота. Девчонки, вот мы с вами перебрались на второй этаж. Здесь у меня две кровати, получается, и столик. А с этой стороны, видите, есть свободное место. Я хочу сюда, вот я купила же на Алиэкспресс шкаф, и хочу его собрать и поставить его здесь. Стульчик нужно переставить, допустим, вот в эту сторону. Ну, короче, сделать как-то так маленечко перестановку. Если в этом году всё будет хорошо и у меня получится, я хочу здесь, конечно, переклеить обои. Потому что, ну, сами видите, здесь, конечно, бабули с дедулей, у них просто сил физически не было, ничего делать. Поэтому как-то так. Ну, и тут уж мои вещи все, вот эти, знаете, не обращайте внимания. Буду сейчас всё перебирать, часть выкину, часть оставлю. Так, девчонки, я раскрыла здесь, значит, у нас вот разных размеров эти, вон, такие штучки железные, пручки. А они достаточно лёгкие. Вот такие, и там вот сама, уже сам чехол. Ну, в принципе, всё понятно. Вот буду сейчас попытаться собрать. Вроде бы должно у меня получиться всё хорошо. Ой, ну что, я не собрала, в общем, шкаф пока ещё, потом попозже вам покажу. Занималась здесь делами ещё в теплице и подготовила картофель. Сейчас будем его запекать на углях и также мясо надо будет ещё сделать. Ну что, вот у нас мясо приготовилось и картошка тоже уже испеклась. Так что сейчас будем кушать. Девчонки, смотрите, у нас построили новый дом. Вот этот вот. И там такая красивая иллюминация идёт. То есть они прям сделали целое такое мини-представление. Вот сейчас как будто бы салютики. О, звезда. Прям интересно. У нас такое в первый раз в городе. Мы не видели до этого никогда. Сейчас, потерпите. Будет. Вот это я так и не поняла, что это какая-то там волна, да? Вон, смотрите, свеча как будто бы горит. Прям классно. Так, мы тут снова звёздочку сделали. Там, наверное, вблизи вообще классно видно. О, это прям ноу-хау для нашего города. 9 мая. Теперь интересно, как на другие праздники они будут развлекать. Сейчас он будет сменяться на флаг Татарстана. Как будто бы развивается. Вот такая у нас красота. А до этого у нас был красивый только вот этот дом. Он тоже красивенький. Видите, как светится? Но по сравнению с тем, этот такой себе скучный. Доброе утро. Наступил второй день, и мы едем снова на дачу. Сейчас заехали в Мингострой, купили всякие там небольшие штуки. И я вам покажу, наконец, что я там сделала. Вчера в шкаф мы так и не собрали. Мы приехали на дачу, и я уже прополола здесь клубнику. Я решила оставить только эти сильные кустики, которые мы пересадили в прошлом году. Ну, там прям хорошая клубника. А вся мелочь, которая, видите, здесь была, я ее всю перекопала и сделала себе вот такую грядочку. Сейчас я ее полила и хочу там посадить. Ну, так, знаете, поиграться, короче, побаловаться называется. Сейчас покажу вот такую морковку. И, в общем, два вида того, два вида моркови и два вида свеклы. Свекла тоже разная. Интересно просто попробовать, поэтому сделала совсем малюсенькую такую грядку, чтобы просто ради вот разнообразия. И выбрала себе палочку. Я каждый год выбираю себе какую-нибудь одну железную палочку, которую удобно там бороздки делать или там такие эти. Ну, допустим, редиску когда сажаем, или вот даже сейчас морковку. Раз так сделала, так вот эти хоп-хоп-хоп и все. И потом туда в каждую лунку по зернышку. Ну, и чтобы она у меня не потерялась среди особнях, я сделала ей бантик. Ну, такая моя волшебная палочка будет. А клубнюку я хочу замульчировать. И здесь у меня хаотично растет чеснок. Я хочу его прополоть. И тоже вот пусть будет совсем немного. А тут так-то, по идее, у нас вот здесь много где растет. Ой, надо еще вот эти дурацкие кирпичи убрать. Ну, и я принесла сюда эти заборчики. Хочу вот оформить грядку. Ну, вот полностью засадить и поставить заборчики. Чтобы уже мне точно никто ничего здесь не затоптал. Смотрите, какой у меня красивый получился огородик. Мне так нравится. Мы, значит, здесь, сейчас Пашка пришел, мы сюда посадили лук. А укроп, ой, чеснок так оставили. Здесь, получается, у меня земляника и морковка со свеклой. Пока оставила так, под пленкой. Ну, вроде и так тепло, конечно. Но все равно. Ой, я тут потеряла лапку. Но в целом очень получилось. Прям мило-мило. Мне очень нравится. Все-таки заборчики прям решают. Мы поставили качи. Собрали еще верхнюю вот эту штучку. В прошлом году мы ее не собирали. И вот, смотрите, как мы там красивенько сделали. У нас здесь теперь растет мята, нарциссы и щавель. Вот, тут у меня муж там еще что-то делает, не знаю. Сейчас покажу вам, что у нас сегодня я сделала в теплице. В теплице я посадила здесь, значит, у меня огурцы будут. Тут помидоры. У меня всего шесть кустиков. Буквально так, нам надо покушать. Ну, а здесь зелень, редис, петрушка, второй вид редиса. Здесь я посадила шпинат, здесь рукола, базилик, а тут у меня на рассаду тыква и брасильская капуста. А это у меня осталось свободным. Я еще посмотрю, какую зелень я хочу посадить и потом посажу. Вот, надо будет еще в середке мне здесь убраться, а то я сюда выкидывала всякое. Но в целом, вот, я довольна своей сегодня работой. Кстати, сейчас покажу, как там классно смотрятся на той грядке у меня эти садовые фигурки. Вот, вы только посмотрите, какие они у меня малыши. Вот так вот у меня выглядит теперь. Все, здесь мы тоже все полили. Вот, в целом, пока так выглядит моя грядочка, мой огородик. Девчонки, ну что, смотрите, вот мы собрали шкаф. Оказалось, что здесь еще есть сбоку вот такие кармашки. В целом, конечно, немножечко муторно, но вполне легко. Все это вот так, на таких замочках. Потом поднимается. Наверху есть вот эти завязки. Но я уже сейчас не буду вам ничего показывать. А так вот, здесь у нас четыре полки. Внизу большая одна. И здесь можно на грядчике вешать. Вполне себе так хорошо, устойчиво стоит. В общем, я такой довольный. Прям не могу. Мне очень нравится. Ну, на этом я буду с вами прощаться. Вот так вот прошли мои выходные. Вот это вот вся неделя. В целом, вот, я очень довольна. Потому что я вот так и работала много, и отдыхала, так знаете, продуктивно. Я очень рада, что получилось на даче столько времени провести. Потому что я сделала прям вот основную массу тех дел, которых я планировала. Я вот успела вот в эти два дня их все сделать. Так что все, сейчас вот буду работать. И потом уже только на следующей неделе надо будет там посмотреть, как у меня получится. Потому что дел много. Я еще делаю загранник новый. У меня там встреча уже. Ну, запись, короче, на этот, к инспектору. Вот. Ну, это я вам расскажу в следующем влоге. Сейчас вроде бы все. Буду прощаться. Вот, поэтому, если вдруг вы как-то там провели интересно свои выходные, вот эти все майские, пишите, рассказывайте. Мне интересно почитать. Вот. И всех вас обнимаю. Целую. Пока. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...